Привет, друзья! С вами я, Рита Сусова, и сегодня у нас не совсем обычная тема для моего канала. Сегодня мы поговорим на тему автомобилей. Сейчас мы едем в салон. Несколько дней назад у меня появилось время, и я решила, что пора менять автомобиль. И сегодня на эту тему я хотела с вами поговорить. У меня на сегодняшний день Hyundai Solaris, двигатель 1.6, автомат, самая полная комплектация. Я хочу его, возможно, отдать в трейд-ин и посмотреть себе несколько вариантов новых автомобилей. Какие автомобили я рассматриваю к продаже? Конечно, это только новые автомобили. Это новый Hyundai Solaris, и это Volkswagen Polo. Два дня я изучала эту тему. Я изучала эти автомобили, смотрела на YouTube видео, где сравнивают два этих автомобиля. И решила поехать в салон Volkswagen и в салон Hyundai, чтобы посмотреть условия. Во-первых, мне интересно понять, сколько мне дадут за мой семилетний Solaris, и какие преимущества я буду иметь при этом. Сегодня утром мы опять начали изучать автомобили перед выездом, и решили также еще посмотреть Renault Captur. Сейчас, наверное, первым делом мы поедем в салон Renault. Посмотрим, что за условия нам предоставят, посмотрим, сколько нам денег дадут за наш автомобиль по трейд-ин. Ну, все снимем, все вам покажем. Автомобили я вожу уже очень давно, больше 15 лет. И когда я еще была совсем молоденькой девочкой, и даже близко не думала о том, чтобы водить автомобиль, мне очень часто снились сны. Во сне я видела, что я вожу автомобиль и делаю это так же естественно, как дышу. И я еще подумала, надо же, откуда такие сны. У меня и денег нет на автомобиль, и вообще и не предвидится, и даже не думала об этом. И действительно, сон был легче, и прошло много лет. И зачастую я ловлю себя на том, что вожу автомобиль так же естественно, для меня это такой же естественный процесс, как дышать. Вот. Ну, что еще по поводу автомобиля? Я хотела вам рассказать, какие вообще автомобили были в моей жизни. Первый мой автомобиль был Saab 9000-й, двигатель 2.4 турбированный, выпускал этот автомобиль, шведский авиационный завод. Хороший автомобиль, мне он достался не новым, получала удовольствие от езды. Я люблю ездить быстро, особенно тогда, сейчас уже я стала ездить более аккуратно, но тогда, будучи молодой девушкой, я любила быструю езду. И так вот, что касается этого Saab, за все время вождения мне ни разу не приходилось нажимать газ до упора. То есть там было легкое нажатие, автомобиль улетал. Вот такой был автомобиль замечательный, мощный, интересный, со всеми опциями, особенно по тем временам, которые ценили. Сейчас в любом автомобиле все есть. Но, тем не менее, проездив какое-то время на этом автомобиле, пришло время его менять. И совершенно случайно, взамен Saab я купила автомобиль Mazda 626. Машине было 10 лет. Она была пригнана из Японии. В Mazda была альтернатива. То есть по деньгам я могла взять на тот день 10-летнюю Mazda. Внешне она была в прекрасном состоянии. Впрочем, как и внутри, у нее все было довольно прилично, у 10-летней. Альтернатива была какая? 11-я модель Жигули. Ей был год. Я подумала, подумала и решила остановить свой выбор на 10-летней Mazda. Mazda 626. Тип пузовых hatchback. Ничего не могу сказать плохого про этот автомобиль. Прекрасная аэродинамика. Я, конечно, не такой мощный, как Saab 9000. Здесь я получила некоторое разочарование в мощности двигателя. Ну вот. И таким образом, следующая машина моя была Mazda 626. А то я сделала на ней тоже порядка трех лет. Пришло время покупать новый автомобиль. Следующим моим автомобилем был Mitsubishi Lancer X. Этот автомобиль я купила новый, в салоне, в самой полной комплектации. Хороший выбор. Спортивная версия, кстати, еще. Хороший выбор. Полная, самая полная комплектация. Хорошая машина. Но дней через девять у меня ее угнали. Пришлось побороться со страховой компанией. МСК, кстати, пришлось уделить этому много времени. Но с моими неимоверными усилиями мне удалось получить деньги за этот угнанный автомобиль. Когда угнали Mitsubishi Lancer X, я поехала в салон и купила новый автомобиль. В этот раз это был американский автомобиль. Это был Dodge Avenger. Машина была 2008 года. Еще раз напомню, взяла я ее новую. Машину эту я приобрела в салоне Олимп на Исполкомской. Прекрасная имиджевая машина. Огромный красный автомобиль. Причем, прошу заметить, не путайте Dodge Avenger с Dodge Calibre. Это совершенно два разных автомобиля. Calibre никогда не интересовал меня и не заинтересовал. Avenger это совершенно другой кузов. Это все другое. Красивый, имиджевый, мощный автомобиль. Двигатель, сколько у нас был? Двигатель в нем был 2,4 литра. Ничего не могу сказать плохого об этом. Ничего, пришло время, и мы продали его. Таких автомобилей по Питеру было довольно мало. И покупатель за Avenger приехал ко мне аж из Москвы. Ну, тут у нас грянул кризис. С деньгами было уже не так хорошо. Кризис грянул, а детей у меня с каждым годом становилось все больше. Расходов больше, но сами понимаете. Пришлось купить новый автомобиль уже другого класса. И это был Hyundai Solaris. Я взяла Hyundai Solaris. Двигатель 1.6 в самой полной комплектации. Включая камеру заднего вида и прочих приятных штучек. Ну, вроде бы в салоне все хорошо, мне все нравилось. А в нем даже были в этом Solaris те опции, которых не было в тот же Avenger. Почувствовала я минусы только тогда, когда я выехала из салона. Почему-то меня все сразу стали подрезать. Какое-то неуважение на дороге. Я думаю, в чем дело? А дело-то вот в чем. Я уже ехала не на своем красавце-американце, доджее, ванжере. А ехала я на Hyundai Solaris. Но, в общем-то, я вам могу сказать, больше особо этот Solaris меня не разочаровывал. Вот этот Solaris, за рулем которого я сейчас ехала. Через 600 февраля, верно тебе? Да хорошо все. По таким деньгам хороший автомобиль. Ничего плохого не могу сказать. Понятно, что он стоит гораздо дешевле, чем те автомобили, о которых я вам рассказывала. Но, вы сами понимаете, 7 лет, и пора уже машинку менять. Поэтому сейчас мы посмотрим новый Solaris. Очень хвалят его на YouTube. Хотя сынок говорит, что это все заказные видео, которые рекламируют новый Hyundai Solaris. Но я, имея этот автомобиль в предыдущей версии 7 лет, ничего плохого не могу сказать. Понятно, хотелось бы ездить на Mercedes на последнем, и я бы и ездила на нем, если бы не мое большое семейство. Но зато у меня есть дети, и я этому ничуть не огорчаюсь. Это тоже очень хорошо. Сейчас проедемся по салонам. Я все сниму, все вам расскажу. Ну и посмотрим, о чем мы сегодня вернемся домой. На нашем Solaris, а может быть, на новой машинке. Так что пожелайте удачи. Я еще хотела рассказать немножко о своем водительском стаже. Как я уже говорила ранее, за рулем автомобиля я более 15 лет. И не просто за рулем доехать до работы и обратно, а моя работа связана с разъездами по городу. По Питеру, в один конец города, в другой конец города, по окружной. Можно сказать, я работала не... Можно сказать, что я не индивидуальный приниматель, у которого магазин и одежда, а водитель. Потому что настолько много мне приходилось бывать за рулем, что эту работу можно было назвать так же и возительской. Так вот, в те 90-е годы, когда мы сдавали на права, уже очень много говорили о том, что без взяток не сдать. И тому подобные вещи говорили. Ну, хочу вам сказать, что вот я именно тот пример, который сдала и практику, и теорию без взяток. Честное слово. Я была очень довольна с первого раза. И вот на протяжении 15 лет я езжу. ДТП было. Одно было ДТП. Каким образом? Моя машина стояла во дворе припаркованная. И у меня на глазах дяденька въехал задом в мою машину. Это единственное ДТП, которое было в моей водительской практике. Так что, про автомобиль я вам говорю не как человек, который доехал до работы и вернулся обратно, а так же как активный пользователь автомобиля и, можно сказать, и как профессиональный водитель. Ладно, друзья, едем. Едем в салон. Посмотрим, на чем мы приедем сегодня домой. Итак, друзья, первый наш маршрут. По дороге мы попали в салон Volkswagen. Сейчас мы посмотрим, что нам предложат, какие условия нам предложат. И позднее я вам все расскажу. Так. Так, ребята, я увидела вот такой вот Volkswagen Polo. Вот такие вот диски. Вот такая вот у него расцветка. Он мне нравится уже. И вот такая вот у него цена и комплектация. 709 110 лошадиных сил. Этот вариант нам предлагается в пятиступенчатой коробке передач, что для нас не подходит. Я рассматриваю только автомат. Сейчас нам пригонят автомат красно-черного цвета. Низ будет красной, крыша черная. Посмотрим автомобиль. Вариант с двумя цветами. Мне очень даже симпатичен. Какая у него штучка на багажнике. Симпатявая. Я не знаю, что со мной происходит, когда я вхожу в автомобильные салоны. Меня начинают потряхивать, и мурашки идут по спине. Ну, люблю я машины, ну что сделать. А вот Volkswagen в моей жизни еще не было. Сейчас я пару слов просто покажу. Второй вариант. Вторая расцветка идет в автомате. Конечно, оранжевый цвет поэффектнее выглядит. Что ни говори. Ну, хорошо. Сейчас мы узнаем комплектацию, стоимость и условия приобретения этого автомобиля. Солярис свой мы продали. Довольно удачно. Можете нас поздравить. Не отдали нам по отрыдин, а продали просто своим покупателям через Авито. Которые подъехали к салону и удачно купили у нас автомобиль. Мы до сих пор еще находимся в салоне Volkswagen. И вот эта машинка, наверное, будет моей. Сейчас мы сядем в салон и посмотрим, как она выглядит изнутри. Сержик, можно посмотреть нам? Классно. Сиденья удобные. Лучше, чем так. Да, подлокотники удобные. Ну, вот тут много всего. Надо все изучать, все смотреть. Зеркала пока, на мой взгляд, маловаты. Но не знаю. Посмотрим, как в дороге это все будет выглядеть. Да, наверное, она будет моей. Вот такой оригинальный дизайн. И, конечно, вот в таком варианте исполнения пола мне совсем не симпатичен. Итак, друзья, сегодня второй день, посвященный приобретению автомобиля. Мы вчера так и не купили автомобиль, зато сделали анализ рынка автомобилей. Посмотрели разные модели, побывали в разных салонах, послушали разные предложения от дилеров, торговались. Первый наш салон был Volkswagen. Там нам очень понравился автомобиль пола, рыженький, оранжевый. Сердцем прямо так бы его и взяли, но в итоге решили, что мы откажемся от этого автомобиля, поскольку цена для пола дороговата, поскольку это механика. Я не хотела брать механику. Я уже более 10 лет езжу на автомате. У меня одна рука постоянно занята. Я то разговариваю по телефону, то крашу губы, то еще что-нибудь. Поэтому все-таки хотелось бы автомат. Далее, следующим нашим салоном был салон Renault, да? Да. Renault. Посмотрели Renault Capture. Визуально очень понравился автомобиль. Очень симпатичный. Да и внутри так все неплохо. Тест-драйв не делали. Но те предложения, которые нам предлагали сайты, дилерский Renault Capture, на самом деле они оказались значительно дороже. Цены на этот автомобиль за миллион. Вот. Опять же, мы не вписывались в бюджет. Далее посетили салон Hyundai. Салон Hyundai. Это уже был вечер перед закрытием. Мы сказали, что субботний день все автомобили распроданы. Огромный салон причем. Все автомобили распроданы. Предложили один вариант в одном цвете, в одной комплектации. Уставший продавец. Я думаю, что он уже просто устал и не хотел никуда ходить. За плечами не показывает ничего. Мы посмотрели, послушали предложение. Опять же, оказалось, предложение по цене значительно дороже, чем предлагалось на сайте. Меня не устраивал цвет, меня не устраивала комплектация, меня не устраивала цена. Поэтому это все происходило довольно длительно. Поэтому ничего мы вчера сделать не успели. И было решение отложить нашу покупку до завтра. И вот сегодня с новыми силами и со свежей головой мы опять едем в салон. После моих размышлений ночных, утренних, после созвонов с менеджерами салонов было принято решение ехать все-таки в Hyundai, в салон Hyundai. И остановимся мы, наверное, все-таки на Hyundai Solaris, двигатель 1.6, с коробкой автомат. Да, потратили вчера время, но зато сделали анализ рынка автомобилей в нашей ценовой категории и чуть выше. Абсолютно точно поняли, что на самом деле все автомобили дороже, чем предлагаются на сайтах. И еще один интересный момент. Со всеми менеджерами в итоге можно торговаться. Скидку делают смело 20, 30, 50. Я думаю, что сделают и больше скидку на автомобиль. Когда ты уходишь, когда ты разворачиваешься, они уже начинают предлагать скидки. Так что, вот, кто будет покупать автомобиль, имейте это в виду. Торгуйтесь, торгуйтесь также и в салонах. Еще несколько слов хотела рассказать по поводу трейд-ин в салонах. Трейд-ин – это когда ты оставляешь свой автомобиль в салонах, свой старый автомобиль, приобретаешь новый, и все салоны предлагают большие скидки, предлагают хорошую цену. На ваш автомобиль. На самом деле, всем советую не оставлять автомобиль в трейд-ин, а продавать самостоятельно, поскольку в салонах вам предложат цену на 100, а то и на 200 тысяч ниже рыночной. Мы вчера оценили наш старый Солярис по трейд-ин, и у меня была договоренность с людьми, которые хотели купить мой автомобиль, и они же приехали и к салону, где я делала трейд-ин. И в итоге мы больше, чем на 100 тысяч продали людям в руки автомобиль, чем нам предложили стоимость по трейд-ин. Поэтому старайтесь продавать автомобиль с вами. нет. Ай! Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, друзья! Сегодня 20 августа, понедельник, и продолжается наш марафон с покупкой машины. Уже третий день. Вчера утром было принято твердое решение приобрести автомобиль Hyundai Solaris, новый Hyundai Solaris. И мы поехали в салон Hyundai на Дзержинского в Краснодаре. Заранее созвонились с менеджером, договорились, озвучили цену 803 тысячи. Нам сделали скидку. Сказала, что в этой ценовой категории, в этой комплектации есть 4 цвета авто. За цвет, честно говоря, особо мы не цеплялись. Отдавали предпочтение каким-то, но это было не столь важно. Важна была цена и комплектация. Когда мы приехали в салон, нам пришлось подождать менеджера какое-то время. Потом оказалось, что в этой ценовой категории мы выбрали белый цвет. Белого цвета уже нет. Остался цвет грязно-серебристый, грязно-золотистый и синий цвет. Ну, мы стали думать. Менеджер показал нам эти автомобили и убежал. Мы думали какое-то время, потом подождали его еще какое-то время, часа два. Потом решили, что не рассмотреть ли нам Гретту. Может быть, Гретта найдется в белом цвете. И может быть, нам удастся купить Хёнде и Гретту в какой-нибудь минимальной комплектации. Комплектация не намного дороже Соляриса. Ну, как бы мы рассматривали такой вариант. Он поискал и сказал, что да, есть. Это будет механика. И комплектация в остальном вся неплохая. И кондиционеры, много опций. Но стоит он немного дороже. Но нам сделают скидку. Хорошую скидку. И давайте, берите Гретту. И давайте посмотрим Гретту. Сейчас только подождите. Я сейчас приду. Опять часа два мы ждали его. Пришел, сказал, вон, смотрите, приехал автовоз. И ваша Гретта, ваша комплектация по вашей цене стоит там, на этом автовозе. Потом, когда мы подождали опять часа два, и мы сказали, что ну, посмотрите, сколько стоит этих автомобилей на парковке салона. Может быть, нам найдете что-то из того, что есть. Он сказал, ага. И опять убежал. Уже дело шло к вечеру. Мы уже были очень уставшие, все перенервничавшиеся постоянными побегами нашего менеджера. Он прибежал и сказал, что да, Гретта такая есть, но в наличии ее нет по этой цене. Но вы можете оставить денежки, предоплату, и мы вам привезем ее в ближайшие пять, ну, семь дней. Оставьте денежки, ну, немного, тысяч триста, и мы вам обязательно привезем. Меня этот вариант не устраивал. Денежки оставлять в салоне я не хотела. Знаю, что могут быть в дальнейшем проблемы с этим. Я сказала, что ну, ладно, хорошо, давайте мы возьмем Hyundai Solaris. Ну, пускай это будет синий цвет или серебристый. Он сказал, хорошо. О, сейчас, Ян, сейчас поговорим. Ты убежал опять часа на два. Когда он прибежал, сказал, что Hyundai по этой цене больше нет. Есть на 75 тысяч дороже. А этих, которые он нам показывал с утра, Hyundai, уже нет. В общем, так прошел целый день. Мы ничего не купили. Мы истратили кучу нервов. Мы решили, что Hyundai просто покупать не будем, потому что у нас нет никакой возможности приобрести этот автомобиль Hyundai в салоне Hyundai на Дзержинского в городе Краснодар. И мы ни с чем уехали домой. В итоге мы не купили ни другие автомобили, которые мы рассматривали. Хипола, оранжевый, красивый, я вам его показывала в первом видео. Ничего не купили, и второй день был потрачен зря. Когда я стала размышлять, почему в салоне нам явно не хотели продавать автомобиль в салоне Hyundai. Ну, какая причина? Они же продавцы, им же интересно продать автомобиль. Ну, и в итоге я поняла, что их цель была одна. Взять у нас денежки и чтобы мы заказали автомобиль. Дальше была бы история, как я полагаю, совсем интересная. Ну, поэтому мы отказались от Hyundai. Сегодня у нас третий день попыток купить автомобиль в Краснодаре. Едем сейчас, возвращаемся опять в салон Volkswagen. Я смотрела одну блогершу, которая ведет свой блог. Она переехала с какого-то северного города в Краснодар. И рассказывала о том, что в Краснодаре очень много обмана. Особенно в сфере недвижимости и других сферах. Вот покупка, приобретение автомобилей. Что прямо вот обмана очень много. И даже ходит пословица, если вас в Краснодаре еще не обманули, то вы просто пока еще об этом не знаете. Так что вот, едем в салон Volkswagen. Посмотрим, чем закончится наш сегодняшний день. Итак, дорогие друзья, продолжаем маршрут. Автомобиль, за которым я ехала, в Volkswagen Polo 1.6, который я уже была намерена на третий день своих поисков твердо приобрести. Оказалось так, что у него не было в наличии паспорта транспортного средства, ПТС. Ну и сами понимаете, какие это риски, покупать автомобиль без ПТС. Я не стала производить такую сделку. И мои поиски продолжились. В итоге мы оказались в автосалоне Kia на Дзержинского, также в Краснодаре. Я заранее договорилась с девушкой о встрече, сказала, что мне нужно. И остановила свой выбор на Kia Rio X-Line. Я в данный момент оформляю этот автомобиль. Мой автомобиль двигатель 1.6, автомат, практически самая полная комплектация, исключая камеры заднего вида. В общем-то, в этом салоне обслужили меня прекрасно. Большая разница с салоном Hyundai. И цена соответствовала той цене, которая была указана в интернете. Даже сделали скидку. Поэтому я очень довольна. Скоро вам покажу то, что я выбрала. Итак, друзья, все документы подписаны. И совсем скоро мы станем счастливыми обладателями Kia Rio X-Line. И так автомобиль в салоне Kia Rio мы уже приобрели. Эта модель называется Kia X-Line. Вот она вот такая у нас красивая. Что хочу сказать. Третий день мы потратили на покупку авто. И вот мы купили. Это совершенно неожиданная марка и модель для нас. Мы даже не думали покупать Kia. Вообще не рассматривали. Провели сегодня тест-драйв. Все понравилось. Соотношение цена-качество. Большое спасибо менеджеру салоне Яне Купченок. Профессионально, грамотно, четко, быстро. Очень довольны. Яна, спасибо большое. Скажите что-нибудь. Спасибо за доверие, за то, что выбрали именно наш автосалон. Я надеюсь, что автомобилем вы будете довольны. И хочу пожелать удачи на дорогах. Спасибо. Всего хорошего. Так, еще раз. Вот он мой Kia Rio X-Line. Вот он мой красавец. Мой новый автомобиль. Достойная замена моему Hyundai Solaris. Вот так он выглядит. Напомню зрителям, эта версия с двигателем 1.6. Автомат. Здесь есть практически все опции полные. Нет только кожаного салона. И нет камеры заднего вида. Видеокамеры заднего вида. Так все опции есть. Сейчас мы посмотрим, что у нас в салоне. Большой вместительный салон. Ну и вот так вот. Вот так вот. Все. Это смотрится. Ну, помаши ручкой зрителям моего канала. Да, я поставлю. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. С вами была Рита Суслова. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...